всем привет друзья меня зовут шок и сегодня я анонсирую мою новую рубрику которая называется олимпийские игры в cs go на самом-то деле я это уже анонсировал около полугода потому что именно этот концепт мне очень нравится я хочу его реализовать как обычно я прошу от вас поддержки если вам понравится то что вы сейчас увидите то просто поставьте лайк под этим роликом и я пойму то что нужно продолжать в этом русле если мы наберем 10 тысяч лайков под этим роликом и если вам понравится то чем мы занимаемся мы продолжаем это делать это наша собственная рубрика с сахаром мы будем снимать только с ним и мне кажется то что это реально годно ну а чтобы попасть в эту рубрику просто подпишитесь на мой паблик вконтакте психушка шока я там поищу посты где можно добираться на игру ну а также пользуясь моментом я хотел бы сказать то что на 300 тысяч подписчиков я делаю крафт медузы в прямом эфире власти же нам выпадет медуза то мы все эти средства которые мы получим мы закинем на благотворительность ну что ж прямо сейчас у вас на экране все эти бойцы которые будут сегодня работать жестко играть чтобы получить лучшие призы первый игрок как тебя зовут меня зовут максим и ты готов выиграть сегодня следующий противник твой влад окей следующий противник всем привет меня зовут вадим вадим окей ребят прямо сейчас вы будете сражаться и первая карта для этого испытания это аимбот вы спросите какое здание может быть на этой карте но вы сейчас будете справляться вы будете сейчас убивать 100 ботов за минуту кто сделает это быстрее всех кто-то побеждает и получает первое очко набирайте 3 очка и вы выигрываете эту игру набирайте 0 очков проигрывайте свою очку я согласна ну чтож я думаю что можно приступать и пера начинает чел слева вот давай к чел ли до кому пуля окей или поехали я думаю тоже можно начинать и кому пули это первый человек который будет выполнить это задание насчет 3 1 2 и 3 пошел так ну чтож он уже начинает стрелять и саша что ты скажешь насчет его стрельбы ну слушай стреляет он довольно таки неплохо если конечно еще не брать в расчет что боты стоят ну ты прицеливаешься очень долго взять ну да ну чтоб поделаю ей ты очень долго приселиваешься постарайся как-то это все быстрее делать и стреляя в голову чтобы с одной пульки убивать него будет до 40 убийств может 43 44 но это максимум как мне кажется ты что думаешь я думаю то что у него получится сделать это испытание за минуту 2 ну реально стрельба у тебя оу смотри какой быстро не ну смотри а в любом случае у тебя может быть шанс будет если твои противники хуже стреляют возможно возможно но за минуту он стрелял сколько 41 42 42 немножко не угадал на один фраг а вот скажи кому более пожалуйста какое тебе звание нового но для нового стреляет скажу тебе так метко я не знаю я не вижу к сожалению его экран поэтому ничего не могу сказать но я вижу боты умирает и это хорошо и это самое главное ну смотри пока что пытается пока что у него все получается не знаю сколько у него осталось времени на самом-то деле но пока что 100 фрагов мы точно не сделал ему осталось еще с тела сколько саш еще 35 фрагов и по 25 ну смотри у тебя остается очень мало времени поэтому постарайся как можно быстрее а минута 15 ему как раз хватит чтобы настрелять 100 фрагов тут мне кажется хотя минута 25 ладно вот минуты 15 до минуты 25 не но если судить по тому как он начинал это испытание я скажу честно было плохо а вот сейчас он смотри уже начал играть нормально и начал попадать но тебе нужно поработать с наводкой у тебя очень страдает хромает ну может у парня комплекс или такой да кстати увидишь какие-то немножко подлаги у него наверно фпс какой у тебя фпс 100 а нет значит все хорошо значит это уже смотри минуты 25 я угадал все стоит остановилась 2 минуты 25 ты реально отгадал 2 минуты 25 да я угадал ребята это чел убил это задание за 2 минуты 25 записывайте это число но прямо сейчас следующий наш игрок владик например выполняет это задание и мы смотрим насколько быстро он сможет это сделать так ну что ж нашим еще раз на троигольник и мы начинаем владик например расскажи пожалуйста ты считаешь то что ты выполнишь это задание ты считаешь то что плохо играешь ты не веришь себя получается окей мы постараемся тебе ее поднять конечно но если не поднимет а извини боги подавая заводить шарманку поехали ну сразу смотри у него у него уже лучше смотри смотри как ты на скрива подписан что ли какое у тебя звание бро неплохо неплохо но чувствуется сравнительно большой уровень чем у первого парня конечно и ребят если вы бы знали какие у вас будут призы если если вы узнали я пока не буду вам говорить хочу держать интригу когда выйдет ролик вы поймете какие у нас будет здесь призы ребят если вам нравится то что мы сейчас будем делать ставьте лайки это будет самая лучшая награда за это и мы поймем что это нужно продолжать он сделать 100 фрагов за одну минуту за две минуты ровно я считаю то что я считаю то что он сделает 100 фрагов за минуту 55 ну нет я считаю что две минуты или две минуты 0 5 или 0 10 не он смотрю но он он хорошо реально стреляет то есть сады по пуль чуть больше одного фрага в секунду один на один фраг в секунду где-то он сейчас идет кстати у тебя мой тематик на хороший был балл явно я это вообще не допустил еще и скромно кстати и скромный да очень подписывайтесь на мой канал ссылка в описании кстати ребят без шуток ну давай посмотрим в принципе он уже идет к финал очки так 70 фрагов смотри ну да он неплохо неплохо вот правда у того и того у вас проблем в наводке вот очень долго наводите себя стрелять и все очень даже неплохо и кстати какое оружие братья вы можете даже не сомневаться то есть какой вам нравится оружие вы можете то и брать но понятное дело из винтовок мк коллаж что хотите ну понятное дело все будут брать коллаж потому что коллаж прошибает броню но мкск она точнее конечно да да понятно понятное дело так ну что ж все время закончилось минута 52 я сказал я сказал минут 50 ты ближе был до окей владик скажи пожалуйста как тебе это испытание и почему ты выполнил его быстрее ну я не знаю возможно просто ранг как бы больше скилл больше а испытание вообще ну так скажем легкая ну да окей ну что же саша тогда скажи кто же наш третий игрок так наш третий игрок таком опуле у нас был то есть минус дусти а дусти дасти окей дасти ты готов выполнить сознание два раза ставят треугольник и мы проступаем один два и три тассе ну что ж пошло твое время в принципе парень неплохо так справляется я бы даже сказал наверное лучше чем все предыдущие ребята посмотри смотри реально хорошо стреляет это что такое что что такое он делает больше одного фрага в секунду а ты представь наши рубрики будет когда-то играть читер представь такое а мы не спарим ну слушай да если мы постоянно вот так снимать то да ну слушай он реально хорошо стреляет и мне кажется то что у него ну беркут должен быть да я думаю даже 2 наверное на беркут на я даже это сейчас прямо сейчас и чекну да у тебя калаш у него калаш в минуту я думаю минута 20 это так ну смотри у нас пока что у нас пока что максимум это минута 52 я думаю то что у этого чела будет рекорд и он получит перво очок посмотри внимательно как он обгоняет счетчик секунд по киллам он сейчас уже делать больше одного фрага секунду это видно по счетчику ну где-то минута тридцать я думаю будет минута 3 я думаю минута 25 27 20 минут минут 25 ну не знаю не знаю давайте посмотрим не очень интересно так как 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 же не правда молодец бро молодец вообще неплохо стреляешь друг головки скажи пожалуйста почему именно а к почему не взял им потому что соколествовать ну да все молодец минута 37 я был ближе минут 40 я сказал сказал 45 или сколько ребята не было на короче мне кажется ближе мы говорил минут 37 или минута 27 окей ребят получается то что сахар выиграл в этом и получать у нас 21 сахаром но это не это никак не считается 40 если ты говорил 40 минута 40 то ты был ближе ну я уже неправда не помню в комментариях напишите пожалуйста кто победил я или сахар в по времени ладно ребята ну что ж у нас победители есть первое испытание это дасти скажи пожалуйста почему ты их выиграл всех в кс потому что много играю то есть ты сказал ты говоришь то что у тебя по опыту легче получается это все из-за опыта ладно я понял дасти поздравить себя мы приступаем ко второму испытанию все готовы versus battle пошумим погнали прямо сейчас ребята у вас будет второе испытание вы спросите что это такое зачем вы туда встали саш саш пожалуйста расскажи что мы будем сейчас делать ребят так я так понимаю что это будут новые правила немножко вот эти да да ребят в общем сейчас вы отвернетесь и я буду стрелять с оружием вы должны угадать что это за оружие и если допустим с первого выстрела вам непонятно вы можете попросить дополнительный выстрел для того чтобы так сказать полной мере понять что вообще это за оружие у меня в руках с которого я выстрелил все готовы прямо сейчас свет ворачиваемся и первый начинает человек которого я сейчас начинаю стрелять так я подбираю уже верно да и мы стреляем вверх если вам не раз вы если вы никого ничего не услышите то вы просите одну еще проверку один выстрел будет еще раз выстрелен в небо тогда хорошо сейчас я возьму оружие в общем владик например слушай сейчас будет делать выстрел это негив отлично один очок у тебя есть сейчас я буду стрелять давай уверен ты уверен отлично это два правильных ответа из трех да теперь я туда давай счастлив последний так щас я выберу оружие какое не интересное такое которое никто вообще не знает его прям реально никто не покупает я знаю что он возьмет ау будьте осторожны от напулька в небо слушай владик петух молодец три из трех поздравляю бро это отличная работа сейчас начинает второй противник твой это получил ну чтож я начинаю тогда так что же можно себе вздема поле ты готов да я буду два убилета молодец это первое черно сейчас твоя очередь так с моя очередь сейчас выберем что-нибудь так что же нам выбрать то знаю самое такое о я знаю что выбрать оу я бы не отгадал в жизни я правда пишу так готовка макуля да что это можно еще выстрел да хорошо и не подсказывай что это было будем использовать других моментов окей окей так ну чтож у тебя получается уже одна ошибка и один правильный ответ получается у тебя будет третья попытка и если ты это если ты это не отгадаешь это будет очень эпично но правда это это конечно это очень редкое оружие скажу ну его мало вообще кто использует ладно молодец это два правильных ответов ну чтож и сейчас получается третье остался человек и я начинаю него стрелять это именно ты так как бы это странно не звучало учил остался 3 последний да я тебе советую стрелять с того что ты сейчас держишь я понял хорошо даст это готов до стреляю что это углок нет это был веритет хорошо первая ошибка есть тогда не говорить им оружие надо не говорить им оружие кстати да 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 окей новое правило так берем новое оружие и не угадал мы это не говорит 1 2 и 3 можно еще один быстро да можно он гуглит так какое же это оружие как ты думаешь аук нет это было оружие не говори не говори не говори хорошо хорошо говори не говори не говори ну что ж пусть последняя попытка саж и мы заканчиваем это испытание да хорошо сейчас я сюда подведем итоги получается у первого человека два правильных ответа из-за трех не у него три из трех у этого 2 из-за трех а у этого пока что одна из трех дасти ты готов интересное оружие я стреляю лук блок отлично хорошо синхронизировать наши ребята у нас есть уже победители и победители которого зовут владик платье поверните нам ну что ж ты получаешь первых очок повторяюсь ребят у дасти уже есть один очок с аимбосс второй очек идет в копилку владимиру да и сейчас мы переходим к следующему заданию саш да замечательно но я хочу поздравить владика еще раз и вручить ему торжественно петух держи ой не того немножко да петух ты не там отдал что за оскорбление игроков ребят это плохо ребята это уже третье задание и сейчас у нас такое задание у нас такая вот интересная карта на время и у нас такие вот испытания мы должны стрелять в зеленые квадратики которые появляются со временем но нужно их в них стрелять постепенно и по очереди это будет очень сложно и начало игры после того как на ты нажимаешь на рейде кто пройдет дальше всех за кратчайшее время ну или до финала тот и побеждает в этой схватке ну что ж все готовы да ну первое начинает у нас игрок которого зовут дасти и я тебе предлагаю начать играть у тебя уже один очок есть по общему счету и ты можешь начинать 1 2 и 3 не не нет ты должен зайти уже туда это просто для тренировки я перезапустил игру поэтому можно еще раз так же сделать все давай 1 2 и 3 пошел так ну что ж не зеленая 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 так ну что время пошло ты должен идти вперед вперед саша как ты вообще такой такая игра играл я впервые вижу эту карту и мне пока нравится не она очень интересна на самом-то деле тут можно так рекорд прибывать и так далее и самое интересное то что все те кто сейчас играет на этой карте не не должны знать как работает эта карта то есть все должны работать на первый взгляд это очень год да я уже понял как работает эта карта вообще разбираешься дверь открылась кажется открылась а ты знаешь как очень работают эти карты создавал карта саш ну конечно я сейчас в 1.6 карта создавал но вы в кс го конечно немножко все по-другому но принцип остался тот же ну смотри пока что у него пока что он пока что проходит не слишком быстро и продолжает он просто не знает видать эту карту нам тоже здесь впервые ну знаете посмотри это самое лучшее что в офисе впервые на первый взгляд все это вот тут уже побыстрее пошел молодец молодец давай 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 и ты получаешь звание которое называется никакое если бы сделал быстрее то ты бы получил звание ну что ж я думаю то что это уже нормально и 1.22 это тоже неплохо поэтому может быть и выиграешь в этом испытании и ты выиграешь вообще сегодняшний выпуск ну что ж кто наш следующий игрок кампуля заходи на сервер погнали я бы тебе посоветовал поближе к двери стрелять так сэкономить вообще можно можно прислониться просто к двери да это лайфхаки победить небольшой тебе лайфхак сахар тоже делает лайфхаки 1 2 и 3 пошел так ну что ж самое интересное то что он тоже не знает как работает карта где все загораются кнопки ну как ты проснулся эпично так ну что же эти там подсозку это сзади вот там да 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 комнаты большие поэтому смотри все обходи слушаю не знаю не нам пока пока кажется что он делает это медленнее ну да естественно Естественно. Ну, как бы, дадим парню немножко освоиться, посмотрим. Может, он все-таки... Да, да. И самое главное, что третий щелок, который пока что не на сервере, он не тренируется на этой карте, я очень на это надеюсь. Скамуполе, расскажи, пожалуйста, играл ли ты на этой карте? Нет, на карте первый раз играю. Понятненько, понятненько. У себя будет сложно. Сейчас, да. Держи, вот, хорошо. О, все. Я тебе там подскажу. Зайди назад, зайди назад, ты потерял. Вот там. Вот-вот-вот-вот-вот, слева. Да. Молодец. Надо было не давать подсказки. Ты думаешь? Нет, ну там с дешевым туром. Ладно, хорошо, понял. Можно давать подсказки по принципу холодно-горячо. Хорошо. В принципе, парень сам видит. Пока неплохо так справляется. Ну да, уже здесь уже сам просыпается потихоньку. Да-да-да. Потихоньку просыпается и понимает то, что дроп все-таки. Он реально заслуживает. Кампуля, расскажи, ты вообще выиграл в испытаниях? Мне кажется, у тебя счет 0, да? Да, 0 счет 0. Получается, удасти у Владимира по одному очку. Понял. Да. Ну сейчас, сейчас твой момент истины. Давай, ждем от тебя лучших результатов. Но пока что, да, ты уже, ты очень сильно сейчас потерял. Тепло, тепло, тепло. Холодно, холодно, холодно. Тепло, тепло, тепло. Тепло было до этого. Холодно, холодно. Холодно. Тепло. Тепло. Молодец. Так, ну, ну, да, тут, тут уже должно быть легче. Тут, да, тут, в принципе, все предельно понятно. Как у тебя звание, повторись. Первое новое. А, ну, хорошо. Так, все, давай. Сколько? Смотрим время. Две минуты. Время, посмотри. Две минуты девять. Ну, да, это подольше, чем тот чел на... Ну, почти что даже на минуту. Ладно, бро. Спасибо большое за участие. А сейчас у нас следующий игрок, и это Дасти. Let's go. А, нет, Дасти уже был. Владимир. Владимир поехал. Я не Владимир, я Влад. Владислав. Да, Владислав. Ты... Еще, в нашем выпуске ты будешь Владимиром. Окей. Тричний чел, которого зовут Владик, например. Пошел. У тебя же лайфхак был. Мы же говорили про лайфхак, ладно. Ну, смотри, он уже наводится быстрее и... Определяет, вообще адаптируется на карте намного быстрее. Ну, да, да, да. Скажусь честно. Смотри, как он стреляет. Хорошо, молодец. Не плохо, не плохо. Уже в следующую комнату попал. По-моему, быстрее предыдущего парня. Да. Смотри, как смотри, молодец, молодец. Да, да, да. У него в нике написано «Road tolem», то есть... Ой, а что ты так стоял? Я надеюсь, что после этой катки Геб заметит, как ты играешь и повысит. Да, безусловно. Еще ножик даст тебе. Да. С кейсы. Да, да, да. Что он очень не любит делать, по крайней мере, со мной. Оу. Не выпадал никогда нож? Не выпадал нож. Но выпадал нож за три тысячи. Не выпадали только. Понимаешь? Оу. Африканская сетка. Я на... Ладно. Ну да, это обидно, конечно. Но факт того, что это нож, это тоже год. Да, мне больше знаешь сейчас, что интересно, найдет ли Владик скрытый квадрат, который здесь есть. Да, да, да. Нет, это не он. Это не он. Да, да, вот сейчас он появился. Скрытый квадрат. Да, вот сейчас. Кстати, ты заметил то, что люди возвращаются на базу же. Почему они это делают? Я не знаю. Это очень странно. Ай, тот человек скрытый ищет, скрытый ищет. Скрытый! Лол! Ну вот если бы ты не засмеялся, возможно, он бы побежал на базу. Мне кажется. Но Владик, в принципе, справился с этим заданием быстрее, чем другие. Я не знаю, возможно, у него время будет лучше. Ну что ж, и победителем нашего шоу становится кто? Покажи время. Лол! Дасти! Дасти! Поздравляю, Дасти! Ты побеждаешь в нашем первом выпуске олимпийских игр в CSGO. Да. Дасти! Пожалуйста, прямо сейчас я тебя приглашаю на сервер и опиши свои чувства. Летс го! Ну что ж, ребят, у нас есть уже победитель, и этот победитель Дасти. Мы же с Сашей уже сидим, на него смотрим, так, на победителя. Скажи, пожалуйста, почему ты выиграл своих противников? Мне кажется, это все из-за опыта. То есть ты опытнее своих противников, и именно только из-за этого. Именно это мы исправим в следующем выпуске. Мы теперь будем делать отбор по званиям, а не по рандому. Это был просто первый выпуск, чтобы вы бы вообще понимали, что это вообще такое. Ну что ж. Можно я скажу? Конечно. Ребят, это была, в принципе, общая концепция того, что мы хотим вам представить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам сама идея. И в следующих роликах мы уже исправим тот косяк, который мы заметили. Мы будем подбирать людей не рандомно, а по званиям. Вот. С одним званием. Совершенно верно. Поэтому, Дасти, я тебя поздравляю. Ты получаешь прямо сейчас себе в интерьер нож. Ну а также второе и третье место, ну кто был с тобой в играх. Они получают утешительные призы по 10-20 баксов. Ну что ж. Дасти, я тебя поздравляю. Скажи, пожалуйста, твои чувства. И будешь ли ты рекомендовать это видео своим друзьям? Конечно, буду. Я в шоке. Я не знаю, что сказать. У тебя вообще нет? У тебя был нож вообще когда-то? Ну что ж, тогда принимай тройт и тебя отправляю прямо сейчас его. Спасибо большое тебе за игру. Дасти. Меня жалко стало пацана, у него ни разу в жизни не был нож. На этом заканчивается наш первый выпуск олимпийских игр в CSGO. И у меня уже есть три неточета. Первое это продолжительность шоу. Я сделаю ее намного меньше. Второе это отбор по званиям. Теперь будут тут не рандомы, а именно отбор по званиям. Только беркуты, только биксары и так далее. Третье это призы будут на...